Мне очень понравилось, вот, например, Арестович, очень красиво это делает, он говорит, да нет, я не хочу, это я вам шанс даю, если вы меня выберете, вам повезет, а так мне-то зачем? В России это все совершенно иначе, то есть в России есть очень устойчивая традиция, она в таких каких-то подсознаниях, горках, где власть есть бремя тяжкое, это вот этого Ана Грозного, и как бы ты его возлагаешь на себя как бремя, а значит народ должен умолять тебя, то есть вот народ должен, это такой вот плач Всерусской Ярославной должен сначала состояться, то есть должно достаточное время. Люди должны покланяться, три раза должны попросить, он должен три раза отказаться. Я даже был на китайской свадьбе, и невеста китаянка, она нас, европейцев, обходила перед началом торжества, ну, чтобы мы в обморок не упали, и сказала, вы знаете, там вначале, говорит, я три раза буду очень громко и страстно рыдать по поводу того, что вот меня отбирают в дом и вводят в другой дом. Вы не пугайтесь, со мной все хорошо, это наша традиция, я должна ровно три раза порыдать и три раза сменить одежду. Ну, и мы были готовы, действительно, она через пять минут вышла, вся в слезах кричала, но мы уже были предупреждены. Ну, вот это такая вот русская традиция такая, три раза должны попросить, он три раза поломаться и в последний момент согласиться. Михаил Борисович, про русское общество, которое три раза должно попросить и поклониться. Видим мы, как всякие разные группы людей кланяются, волонтеры, там еще кто-то, еще кто-то, все это проходит довольно красочно, красиво. Там на ВДНХ было также представление. Но, знаете, складывается впечатление, что это все-таки декорации. И мы уже обсуждали соцопросы внутри страны, что люди перестают поддерживать и войну, и как будто бы действия президента. И вообще, знаете, я в эмиграции начинаю чувствовать, что у меня вот здесь, в Берлине, гораздо больше люди поддерживают Путина, чем там, в России. Возможно, конечно, это ошибочный, мне так везет общаться с людьми, но, тем не менее, я пытаюсь все-таки быть... У вас удачный пузырь. Удачный, очень удачный. Хочется хоть какой-то оптимизм сохранять. Чего-то вы ждете позитивного на этих выборах от общества? Может быть, даже какого-то саботажа всеобщего? От общества, конечно. Прямо как в фильме. Надо поискать, может, случилось где-то что-то плохое, это было бы хорошо. Да? Еще... Ну, конечно, жду, потому что, ну, если опросы показывают, что люди хотели бы уже смены Путина, понимаете, ведь в нем же проблема уже сейчас иррациональная у людей. То есть, вот он просто людям надоел. Вот даже тем, кто согласны с его политикой, ну, или думают согласны, потому что они не знают его политику, ну, думают, что они с ней согласны. И которым, в принципе, так сказать, нравится Путин. И они так с ним связывают свои какие-то уже теперь детские воспоминания. Потому что он столько лет у власти, что, в общем, уже детские воспоминания. Но представить себе, что вот этот вот человек еще шесть лет будет у власти, ну, даже таким людям уже на сегодняшний день тяжело. И они это выражают в ответах на такие вопросы, типа, хотели ли бы вы, чтобы Путин предложил преемника? И вот народ радостно отвечает, да, конечно, хотели бы. Что это означает? Ну, просто надоел конкретно. И, конечно, я вот смотрю на Байдена, конечно, это печальное достаточно зрелище. Но мы же понимаем, что Путин сейчас претендует на то, чтобы стать на своем троне таким же Байденом. Ну, просто Байдена поддерживает политическая система, достаточно эффективная, да. А здесь вся политическая система Путином сведена к нему самому. И вот насколько он будет стареть, дуреть, так сказать, терять представление о реальном мире, настолько будет без всякого изъятия, вот донеся, не расплескав, будет стареть, дуреть и терять представление о реальном мире вся политическая система. И люди это, конечно, понимают. И вот весь вопрос в том, что в диктатуре очень трудно психологически вырваться за пределы своего пузыря. Вот ты же когда спрашиваешь у человека, а вот что ты думаешь там, не важно, ты опросчик или ты просто на работе спрашиваешь. Ну, люди же как думают, ну, вот хрен тебя знает, а вот донесешь ты завтра. А, так сказать, ну, наверное, не посадят по сегодняшним дням, но работу можешь потерять или там перспективы карьерного роста можешь потерять. Между прочим, меня удивляет, что, конечно, вот потеря перспектив карьерного роста, например, для людей значит больше, чем когда ситуация стоит о жизни и смерти. Это любопытная очень ситуация. Видимо, когда люди живут не так уж плохо, они как-то в этом смысле больше готовы на компромиссы. Так вот, у людей ощущение, что за пределами их вот самых-самых ближних людей, с которыми они могут разговаривать совершенно откровенно. Вот даже говоришь там условно с родителями, да? Вот если ты говоришь с ними по телефону, то ведь родители-то твердо уверены, что телефон прослушивается, и поэтому они по телефону даже не будут честно отвечать. А вот если хочешь от них честно получить ответ, то тебе надо с ними долго разговаривать на кухне. А многие молодые люди там долго разговаривают со своими родителями на кухне. Не убежден. И из-за этого возникает ощущение, что все вокруг, они вроде бы как не против Путина, а каждый отдельно против. Вот наша задача на сегодняшний день, я очень надеюсь, что эту задачу удастся решить, показать в рамках этой вот электоральной кампании, что опрос это соответствует действительности. Путин надоел большинству россиян. Ну просто вот уже большинству. 56 это процентов или 75 непонятно, но большинство людей хотели бы, чтобы Путин ушел. Кто-то хотел бы, чтобы он ушел вместе с своим режимом, кто-то хотел бы, чтобы он провалился в тартарары, а кто-то хотел бы, чтобы ну просто вот такой же, как Путин, но помоложе лет на 20. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, вы можете нас поддержать. Как это сделать? Очень просто. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Также, если вы вдруг еще не подписаны, подписывайтесь на YouTube-канал Ходорковский лайф. Спасибо. Спасибо. Спасибо.